Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Вот долгожданное сейчас будет видео для многих, долгожданное, о долголетии и долгожителях, продолжении моей рубрики. Тутошний он. 106 годов ему. Я хочу сказать, о чем же будет это видео. Во-первых, я зачитаю ваши письма. То есть, письма тех людей, это очень большое количество людей мне прислало письма, что их предки, их знакомые, родные, жили очень долго и далеко за 100 лет. Это реальный случай. Также я отвечу по ходу, буду комментировать, вот зная, что могут сказать на это люди, особенно те сторонники, скажем так, нездорового образа жизни. Те, кто понимает, что поскольку они порочны, поскольку они едят все, что попало, всякую гадость, что они пьют, курят, понимают, что они долго не проживут, подсознательно понимают. Они пытаются оправдать свои вот эти пороки и пристрастия и успокоиться пониманием того, что столько они не проживут, поэтому через злобу свою есть такие люди. Выкрикивают, высказывают разные идиотические суждения, ну, наподобие того, что какая раньше статистика была, могли приписать. Ничего это неизвестно, не доказываем. Вот я все это докажу, почему этот бред. Кстати, я в некоторых видео, предыдущихся и по долголетию, спрашивал. Мол, вы понимаете, почему вот эти изречения идиотичны, что типа недоказуемо, потому что учета, типа точные паспортные данные или там... Вот почему? Вот почему? Неужели люди так глупы, что не понимают, что эти люди, кто такой, идиотизм рекут? Ну, ладно, дальше это я объясню. Я дам интересные из своих жизненных историй по ходу аргументации, из всяких фильмов, книг, ссылки на видео, те другие, которые я рекомендую посмотреть. В общем, это очень интересное будет сейчас видео. Информация, да, информация. Почему я, кстати, на фоне аквариума сижу, пару слов. Дело в том, что вообще об этом будет на канале моем новом «Жизнь на земле» будет обязательно такой раздел, плейлист. Эта тема не просто аквариумистика, это интересная экосистема, это целый биогиоциноз, то есть озеро, наподобие как бы озера со всей сложностью пищевых цепей сетей, вот этих трофических связей и так далее. Но об этом будет отдельная тема, кого это заинтересует. Это очень уникальное, было бы учебное и будет, я надеюсь, в дальнейшем пособие для детей, для тех взрослых, кто хочет понять, как устроена жизнь на земле, вот эта вся логистика. Ну да ладно, это было маленькое отвлечение для того, чтобы серьезность немножко убрать. А теперь давайте серьезно говорить, потому что тема очень серьезная, о долголетии. Я начинаю зачитывать вот письма людей, которые мне, кстати, пришли всего под два видео. Это, во-первых, видео долголетия на Руси, которое почти 200 тысяч на данный момент набрало просмотров. И еще из-под одного видео. Ну, в конце там еще есть из-под третьего, буквально три-четыре, для того, чтобы я сказал в конце, а что же будет в следующем видео по долголетию. Это вот очень будет тоже интересно. Ну, а теперь поехали. Итак, первое письмо, Влад Одинцов. Я родился в 1957 году. В 1965 году пошел в школу. Это небольшое село в Ростовской области. До школы нужно было идти почти через всю нашу улицу, которая, так мне казалось, тогда была очень длинная. И на улице я постоянно встречал очень старых бабулек, которые из-за возраста не работали в поле, а работали по домашнему хозяйству. Многие из них были в возрасте около столет. А как минимум две уже были за сто лет, о чем знали все. И они хорошо помнили школьную программу своего детства и рассказывали на память о царствовании государей с указанием точных дат их восхождения на престол. И это на одной улице одного села. Улиц была не одна улица. Бабульки в 70 лет работали наравне со всеми в колхозе. И только после 80 их чаще отправляли на присмотр за домом и домашним хозяйством. Наиболее древние, кому было далеко за сто лет, жили не выходя на улицу. И с ними общались только родственники. Я дальше спрашиваю, говорю, что благодарю. Это очень важная информация. Если можно, напишите больше конкретики. Пишет, он отвечает мне на письмо. Спасибо за ответ, рад общению с вами. К сожалению, не могу что-то еще дополнить. Это обычная житейская историческая память детства. Мне 60. Получив ответ от вас, сразу позвонил своему родственнику, дяде, которому сейчас почти 90-е. Он мне сказал, что в его детстве на хуторе жил дед Захар, которому было намного больше ста лет. И он сидел на заваленке в своей хате, мазанке в валенках, приглядывал за гусями и за приезжающими, уезжающими в хутор. Хата была его крайняя и первая у дороги. И дед всегда знал, кто из хутора куда ехал и кто когда вернулся. Про столетних старожилов мой дядя пояснил, что скорее всего такие еще и были. Но они по старости редко выходили на люди. И коротали свои дни в садочки, там им делали домики специальные типа летней кухни. Я же помню, на хутор приезжала моя прабабка Варя. Ей было за 100. И она была очень боевая. Видела без очков, слышала хорошо. Все помнила и меня. Шестилетнего крепкого карапуза брала на руки. Сильная была. Правда, конфет мне не давала. Считала их вредными. Если что-то еще появится на эту тему, напишу. Мой прадед умер в 95 примерно. Мой прапрадед почти в 60 родил младшего сына от второй жены, которой было почти 50. А вдовев с пятью детьми, он женился второй раз. И младшего сына женил. Было еще памяти и сили. Ну, вот и так далее. Значит, что я хочу... Вот сразу поэтому очень важно прокомментировать. Во-первых, вот кто говорит, что нельзя возраст точно определить, проще, что паспорта или... Во-первых, были книги церковно-приходские, где все отмечалось точно. Но дело не в этом. Самое главное, кто до сих пор этого понять не может, как все это было, что можно определить точно ли. Село, вы поймите, это не город, кто друг друга не знает. Так все друг друга знают. А если, например, русско-турецкая война, и мужики ушли, так все знают. Вот, например, пришел такой человек. Ему было там, допустим, 60, 70, 80 лет. Ну, народились те, кто знал. А дядя Захар там все знают, что росли его папы рядом, дедушки. Там же живут и знают. Дядя Захар ветеран. Прошло еще сколько-то лет, мальчик этот вырос. Дед Захар уже там 120. Он уже взрослый человек своих детей имеет. Но он знает, что дед Захар в русско-турецкую войну воевал. Неужели непонятно, как это... И посчитать плюс-минус год-два, да? Элементарно можно, даже если абсолютно точная датировка отсутствует. Ну, неужели это непонятно? Вот почему сейчас у людей... Вы знаете, что, дорогие товарищи, кто вот такое пишет, кто-то хинеет. Ну, я всем вообще совет дам. Сейчас беда с этим. Учите логику. Ну, хотя бы купите в интернете учебник 51-го года или 52-го, еще сталинский. Для средних классов и старших классов логика, он так и называется. И вот как-то вот пропускайте все через призму логики, здравого смысла. Вот я поражаюсь, как люди способны себя обманывать, говорить всякой хине. Ну, недостойно это человека разумного. Ну, нужно всегда быть разумным человеком. Что касается того, что бабушка, прабабушка конфетами не кормила. Вот она вредными считала. Раньше это люди знали. Это последнее время, вот кто тоже начинает, что еда не влияет или раньше. Все было раньше по-другому. И вот я в своих лекциях анализирую, что конкретно было по-другому и как. Но мы до многого такого сейчас интересного еще дойдем. Дальше. Елена пишет. Юрий Андреевич, в Челябинске есть один ветеран, которому около 100 лет. Выглядит лет на 60. Очень крепкий, активный. И была бы возможность с ним пообщаться, пишет, что было бы хорошо. Значит, у него своя там методику очень интересная есть. Ну, ладно, фото она мне прислала. Действительно выглядит на 60. Он ветеринар, 100 лет работает до сих пор в клинике, стоит с молодыми. Я фото отправлял своим знакомым, ну и друзьям. Сколько ему лет, мол, каждому? Ну, они понимают подвох, говорят, ну там 70. Да, ну это ладно, это сейчас большие исключения. А что было раньше? Некоторые говорят, сейчас, мол, медицина, все, уровень-то жизни растет, продолжительность жизни растет. Вот кто говорит такую ахинею, я дальше поясню, как, в чем и почему они так заблуждаются. Должно стать просто стыдно от глупости своей, кто такое говорит. Дальше читаем. Моя прабабушка Андрей Сенкевич умерла в 1966 году в возрасте 103 лет. Жила она в деревне Березница Островского района Псковской области. Кстати, дорогие друзья, вот это видео обязательно посмотрите про долгожителей Опочкинского района. Это все рядом, как раз Псковщина, где, значит, анализируя статистику по деревням, более 10% людей жило более 100 лет населения. Это в 300 раз больше, чем на Окинавы, которые нам сейчас выдают за самый центр сверхдолголетия. Не желая ничего знать, изучать про Россию, как что было. И почему же не хотят? Потому что не хотят, чтобы люди знали, почему же сейчас все в коре не так. С ног на голову взвернули, все подвернули. Вот тебе 10 рублей. Закажи монахам, пусть поминают Никиту. Меня Никитой кликать-то. Тутошный он. 106 годов ему. Пишет дальше человек Русселл, там, ну, по-английски. Неплохо было бы найти документы по празднованию столетия Отечественной войны 12-го года. Насколько я знаю, были приглашены сами участники. То есть старикам было за 120-130. Дорогие друзья и дорогой Русселл. Я об этом подробно говорю. Во-первых, у меня есть две статьи на эту тему, где фотографии этих людей приведены, которые родились еще при Екатерине II. Когда праздновали 100 лет Бородину, есть у меня в моем блоге юфролов.блог. Там есть раздел, найдете про долголетие в долгожителе. И там это есть, кто хочет, найдется. Во-вторых, я снимал в некоторых видео, где говорил про это, про долголетие на Руси. По-моему, там говорил, и не только в этом видео, в других тоже. Я вообще советую вам всем посмотреть ценнейшую информацию, на вес золота важную. Каждая крупинка, что там сказано, вся вот эта аналитика. Кто не делает, так больше никто, я не видел людей, кто так анализирует. Полно, беспристрастно, учитывая все факторы, главные факторы воды, которые даже не учитывают эти НГУшники, проекты, долгожители есть в интернете, в кабелях и так далее. В общем, смотрите плейлист по долгожителям и долголетию у меня. Про Кавказ отдельная тема и очень интересная. И про питание, там, ну, об этом позже. А есть также вот такая Филиппа, мы с ней работаем, центр фунготерапии, препараты грибные, вот мы с ней сотрудничаем. Так вот, она врач-онколог, со мной в детстве, вот тоже в Апочкинском районе Псковской области проводил, тоже рассказывал об этом много интересного. И что рака у людей не было, и почему, кстати, не было, я объясняю на том много факторов в видео про Апочкинский район долгожителей. Дальше. Татьяна фишет. Юрий Андреевич, спасибо вам за эту тему. Моя прабабушка умерла в 102 года, а при этом еще со внуками в картишки перекидывалась. Она была худенькая, умерла тихо и спокойно, без продолжительной болезни, просто во сне. Было такое фильм, я покупал в Твери в свое время, в магазине одного, «Столетнее дитя России». Очень интересный фильм, не только, потому что тоже бабушка 102 прожила в Твери, я даже ездил там в деревню, вот, но мне было интересно с людьми поговорить. Дело в том, что, интересно даже само другое, какие это бабушки? Это те бабушки, которых мы уже почти потеряли, последние вот доживая, то есть вот те самые настоящие, вот эти Алина Родионовна, вот эти вот душевные, с особой вот такой вот русской душой, из глубины веков идущей вот этой нравственностью особой, особой такой интеллигентностью, вот такие бабушки больше не будет. А кто сейчас, вот посмотрите, растет? Кого воспитывают все эти силиконовые бабы, гуру, типа? Вот в нашей теме, просто веганство строения, в моей, потому что смотрят, я понимаю, люди, кто не в теме, не знают, увидят только это видео первый раз. Есть такие вот, например, типа «Мораны», «Мораны». Посмотрите, какая будет эта бабушка, какие вот эти будут бабушки через какое-то время, чему они-то научат, кого они будут, каких поколений, на чем воспитывают. Клубницы, развратницы. Я просто поражаюсь. Это вот то, что мы потеряли, фактически потеряли, связь с поколениями. Единичные хранители остались этого, наследия, этой духовности, этой нравственности. Понимаете, вот эта страшная тема, она меня очень беспокоит. Вот что думать надо, о чем, на чем, на каких примерах учить детей, смотреть, посмотреть глазам этим бабушкам. Вот я очень советую, дорогие друзья, снимайте еще, кто остался, кому сто лет за сто лет, снимайте этих людей. Да, тоже люди разные. Цены, особенно те, кто умер в 60-е годы прошлого века, в 70-е, кто родился там в 50-е и 30-е годы, 19-го столетия. Вот это, вот это, конечно, уже невысполнимые утраты, к сожалению, с ними видео практически не записывали, по крайней мере, не говорили по душам, а только так, для телевидения. Так, ну хорошо. Моей бабушке, пишет Олег, она 105 лет прожила. Светлана пишет, на Урале до 130 лет жили в 19-м веке, и передай ссылку на статьи. Я вам даже более того скажу. Есть один писатель, ну, я не помню, сейчас мне рассказывали, Сидоров, не Сидоров, не помню, я знаю Сидоров, может, не он, Олег, не помню, про кого конкретно сейчас, что ему дали данные из Сибири, кто про двух, как минимум, дедушек, которые участвовали еще в Первой мировой войне. Он должен был поехать, и, говорят, съездил, взял интервью для какой-то своей новой книги. Еще такие есть, просто это все не сильно, не афишируется. И, действительно, вот Урал или за Урал, вот мне в Сибири писали, что очень интересное было письмо, я его, может, даже внизу где-нибудь вставлю, про, а то начинают в Сибири, там, вот, мясо ели, питание, ну, знали же, про что я буду говорить, или, так сказать, учитывать этот фактор в долгожительстве, говорят, все, ели, еще по полной программе и так далее. Ну, ели и жили меньше, чем могли бы прожить. А зато есть и письма тех, кто с Сибири, кто пишет, мы с семьи староверов никогда в жизни нашей не ели предки мяса. И мой дедушка, вот одна пишет, я прям дословно почти, родился в 1840 году, умер в 1957, на 118 году жизни, никогда не ел ни он, ни жена, которая тоже больше 100 лет прожила, ничего животного происхождения. А они сейчас, Сараин, она в 50 лет с чем-то рожает еще, и, говорит, нас всех выничали прабабушки. Вот это не хотят слушать те глупые, ведь я не про всех сейчас говорю, глупые говорят, я говорю про злобных, агрессивных товарищей, которые, отстаивая свой любимый кусок мяса, будут глумиться над всем, что угодно, чтобы оправдать себя. Понимая, что они все-таки подсознательно, понимая, делают что-то плохое и неправильное, и они будут себя оправдывать. Нападками. Разумный же человек, почему я говорю идиот, а разумный человек, всегда хотя бы критически будет мыслить, задумается, проанализирует. А чтобы проанализировать, что надо сделать? Ну хотя бы, чтобы годы на это жизни не тратить, послушать мои 12 или там 13-14 видео про долгожительные. И думать, когда вы будете смотреть. Не блок ставит блокировку, которую только себе хуже делаете, а честно, беспристрастно смотреть. Я, например, без всяких эмоций и пристрастий, эмоции только у меня бывают, когда глупости люди говорят, которые не украшают человека, а делают из него ниже уровня животного. Вот тогда да. Хорошо. Пишет человек. Ну, сто и даже двести пусть лет. Это не так уж и долголеты. Да, для современного общества может показаться, ого, как много. А зачем столько жить? Смысл мог. Кстати, тоже тема очень важная. То-то смысл трачен. И именно потому цивилизации нет смысла столько жить в цивилизации. Ибо жизнь сейчас бессмысленно, бесцельно опущена на животный уровень, я бы даже сказал ниже животного уровня. А раньше жили далеко за двести, да, дорогие друзья. Кстати, давайте сейчас не будем критически сразу. О, двести, ну это все фигня вообще. Вот я, знаете, как я, давайте я тоже скажу, да, может быть, фигня. А может и нет. А вот давайте подумаем вместе чуть дальше, какие факты нам об этом будут, ведь не будут. Вспомним того же Пушкина. Уж я буду приводить его, Коля, я сам из Москвы переехал в Пушкинские горы. И с этим человеком неразрывно связана судьба и история России. Целая цепочка, идущая еще в дохристианский период. Кто вообще понимает, о чем я говорю, из текстов Пушкин, из его сказок и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, что вот эта преемственность поколений нам показывает, что да, это не лишено смысла. Ведь сам Пушкин встречался, когда по Оренбургской губернии ездил и собирал данные о восстании Емельяна Пугачева. Он встретился с казаком, который воевал при Сентеразине, то есть за 140 лет до встречи с Пушкиным. Ему было 160 лет тогда этому казаку. Газета Тифлисский, по-моему, вестник до революции, за какой-то 900, там какой-то год, начало самое. Поздравляем такую-то и заулу такого-то со 180-летним юбилеем. Кто-то опять начнет говорить, что это даты, откуда точно известно. А вы людям не верите? Тем людям, которые сосветом жили бы за нечестность, тогда к честности, к слову, у людей другое было отношение. И все соплеменники из рода, все те, кто жили в деревне и рядом, заклинили бы позором тех, кто выдавал бы желаемое за действительное, тем более вот так приписывая, дабы получить якобы больше уважения, и так далее, все знали. Это сейчас огульники, ахальники, оправдатели своего бокала вина на столе или чашке водки, там фужеры, не знаю, в чего я, так сказать, не силен в этом терминологии, стакан, да? Вот, вот они будут оправдывать, понимая, что они столько не проживут, и они хотят грязь стопать, но не сами возбысятся. Теперь дальше. Значит, утрачу. А жили далеко за сто... Да и понятие, как образ жизни сейчас говорят, смерть, умереть, раньше такого понятия не было. Что сейчас под этим словом подразумевается? Да, меру сменить надо с собой. Ну, и там человек размышляет над тем, видимо, в ведической культуре, так сказать, славянской такой. Ладно, не будем. Мы вернемся сейчас к этой теме еще. Дальше пишет Василий. Столетняя бабушка, вот прям как кстати. А я все подряд сверху вниз, значит, просто копировал. Ну, самое интересное там. Я, кстати, сразу скажу, что 90, я практически там 95, вообще это нет. Столетняя бабушка из деревни Терешины, Смоленской области, мне в 75-м году говорил, что у них в деревне жил 200-летний мужчина. Потом еще поговорим. Данил пишет, Максимов, рекомендую послушать Владимира Алексеевича Шумшика о сыроедении. Ну, я его лично знаю тоже, и в гостях у меня было тайно об этом, кстати, как-нибудь может с ним. Он все рассказывает как целитель с дипломом врача. И в моем советском детстве видел, автор, письма мне пишет, видел бабушку 147 лет. Там был дедушка 161 и 167 лет. Кстати, я скажу сразу, что я покажу вам 167-летнего человека, запечатленный на видео. Это будет следующая часть долголетия долгожителей, следующее видео, когда мы поговорим о долгожителях Кавказа. Я покажу ценные кадры, хроники и расскажу вам об этом. Не помню, помню, что у бабушки выросли снова зубы. Я таких людей, а таких людей знал, встречал тех, кто знал таких людей, у кого росли зубы третий раз. А вообще много вранья пишет человек. Никто в Российской Федерации не говорит, что тут СССР, смотрите, Устав ООН, страница 23, постановление 156-2, 157-2. И Российская Федерация это Газдеповская коммерческая корпорация. Сейчас ведут геноцид нашего населения СССР, бывший население СССР. Это правда. В Апочке много раз был, тоже человек пишет про Апочку. Возможно, это вот видео я, то есть очерк, письмо я взял откуда, из-под того видео моего. Раз был, поселок убит, до нельзя, это правда. И Белоруссия рядом, красота. И вся Псковская земля убита. Неви, Середка, Гдо, все, Бешостров, Псков, все деревни убиты в этих районах. Остались дети алкашей и старики. Уже совершенно другого покроя, что называется, старики. За редчайшим исключением. Это правда, это ужасно. Вот об этом надо думать. И что вы думаете, в городах будут вот такие бабушки и дедушки потом? Так и никто и не поверит, что когда-то люди могли столько жить. А про медицину и то, что люди стали дольше жить. Ну, для тех, кто совсем умственно отстал, я расскажу чуть дальше, кто в это верит. Оксана пишет, Могилевская. Моя бабушка, моя бабуля прожила 100 лет. И по, значит, ее мама 98, а сестра, видимо, мамы, сестры, по 102 и 105. И это до 2008-10 года. Значит, хорошо. В Херсонской области искала мать, кстати, а у меня, у жены моей, у ее мамы, моей тещи, соответственно, бабушка прожила 101 год, а ее брат родной 104 или 105 лет тоже в Смоленской области. Ну, по слову, по слову. Это везде было, сплошь и рядом, дорогие друзья. Вы поймите, это было просто везде и нормально. Но, то, что сейчас представить это нельзя, значит, там, так сейчас поговорим о детской смертности. Видите, так, вот кто хочет что-то вставить поперек, кого что-то прет на контраргументы, только приводите, аргументы всегда правильно. Но если они по делу, по существу, а простое неверие и нежелание не верить, а понимать всего лишь прописную истину, как было, говорит только о том, что вас что-то гложет. Скорее всего, это то, что вы хотите вот именно оправдать свое бессилие, нежелание изменить свою жизнь, образ жизни, питание и прочее. Оправдать вот этими дешевыми обманками, отмазками, что жили-то мало, это так все. Это все ни при чем и не было, и неправда, и мылью поросло, а сейчас-то вон медицина сделает за вас чудеса. Вы лентяи сами со стула встать не хотите и жить по-другому изменить. Нет, не получится. Генетика уже не та. Те, кто пил и курил бабушки и дедушки, скажите им спасибо. Они убили этим самым лет 30 отняли у своих детей потенциала жизни, а они у своих. И поэтому генетика уже не та, и то, что бабушки и дедушки курили, пили кто-то, скажут, тоже такие будут. И прожили 98 или 100 лет. То вы-то к чему это говорите? Вы что, этим хотите оправдать? И типа сказать, что и я, мол, значит, и другие могут. Это дело случая, мол. Да нет, если бы они не пили, не курили, они бы лет на 30-40 бы дольше прожили. Те долгожители. Но вы столько не проживете и части. А чем ближе поколение к нулевым годам, тем меньше они проживут и имеют такую жизнь. Ну неужели вы такие скудоумные люди? Вот я не хочу обидеть, тем более всех, ну как вы понимаете, я надеюсь. А вот таких, есть такое понятие, шоковая терапия для спящих мозгов. Такие люди, которые такое хинею несут, по-другому они не поймут. И я пытаюсь у вас вот таких вот встряхнуть, и вы должны не злиться на меня за это, а благодарными быть. Потому что я открываю вам возможность изменить свою жизнь и прожить ее лучше, дольше, честнее. И с выполненным, что называется, предназначением, о котором вы, может быть, сейчас не думаете и не понимаете, но поймете, наверное, позже. Нумеролог пишет. В Херсонской области искала могилу своей бабушки, наткнулась на лежащий деревянный крест, по годам посчитала. Умершей было 120 лет. Она умерла в 1960 году. Я пишу, здорово, если вы сфотографировали, прислали. Отвечает мне женщина. Думаю, это не скоро, если к этому времени не сгниет крест. Там уже еле видно было. А я там была в 2006 году. Ну, скорее, да. Вообще, старое кладбище, это очень интересная тема. Действительно, старое. Даже Александровская лавра, там есть могила инока, такого-то, 126 лет и так далее. Это было везде сплошь и рядом. Вообще, везде. И старых людей, с кем приходилось общаться, зная тех, кто знал этих людей, везде так жили. И было сплошь и рядом. Ну, об этом тут будут писать. Итак, очень интересное письмо. А, Киана, ну, неважно. Вспомните трилогию Черкасова «Сказание о людях тайги». Кстати, я тоже приводил недавно Даниил Гранин, умер в достаточно таком непожилом возрасте, всего 98 лет. И вот он говорил о встрече с генетиком, одним молодой тогда был человек из дворянской семьи, что в его имении отца, он еще до революции там был, были трое живых участников Бородинского сражения. И это в одной, ну, две-три деревни, ну, считайте, в одной деревне Риады, которым было уже под 130 и за 130 лет. И не в конце мира трех человек нашли, а в одной-двух деревнях, вы понимаете, Риады. В 1941 году, речь идет про рассказ Черкасова, писатель получает письмо из деревни Подсиние, что близ города Абакан. Письмо написано с буквы «Ять». Кстати, там очень много старобряцев жило, а эти люди очень интересны для изучения, по крайней мере те, что были раньше. Святой Ижицы, прямым, окаменелым почерком, и было похоже по словам самого писателя на письмо с того света. Под письмом стояла подпись «Ефимия, дочь Авакума из Юсковых, проживающая в деревне Подсиние у Алевтины Крушинины». Бревенчатую избенку Крушинины, наполовину вросшую землю, прошу запомнить, тогда и посетил Черкасов. Там он нашел Ефимию, историю которой и записал. Ей было 136 лет. Кстати, когда была перепись в 1948 году, официальная при Сталине перепись, очень серьезная, в Белоруссии, например, была самая старая жительница, официально тогда зарегистрирована, ей было тоже 136 лет. Она имела настоящий советский паспорт, выданный ей в 1934 году, указанный год рождения 1805. Старушка-старобрянеца рассказывала писателю, что в 1812 году, в Первую Отечественную войну, или Наполеоне, да, будучи ребенком, сама видела Наполеона. Ну, они переехали в Сибирь потом. В революцию 1917 года ей было уже 112 лет, и дожила она до Великой Отечественной войны, Советской эпохи, до Второй мировой войны, то есть она прожила за 140 лет. Образ прадеда Черкасова, легендарного декабриста, сосланного в Сибирь, стал прообразом возлюбленного Ефимии Катаржанина Лопарева, описанного на основании рассказов деда писателя Зиновия Андреевича Черкасова. Сюжет начинается после восстания декабриста в 1830 году, когда Ефимии было 25 лет. Это абсолютно, не понимаете, невыдуманная какая-то абсолютно та натуральная история. Натуральная, понимаете, как вот, например, образ взят был в великом фильме, где в главной роли Ульянов фильм «Председатель». Советую всем, кстати, особенно молодым людям, посмотреть, что такое настоящие люди, настоящий труд, настоящая высокая идея, и что такое смысл жизни, причины и смысл. И вот вы посмотрите на этот труд, который сейчас уже не увидите, но дело не в этом. Хочу сказать, так вот, взят образ тоже был с конкретного человека, конкретного, абсолютно известного. Но это я в другие свои виды был. Так вот, еще раз. Итак, вот эта Ефимия в 25 лет, в момент появления ее в Белой Елане, одного из основных мест действия романа, вот там, под Абаканом, Ефимии, 55 лет. Это в 1861 году, когда в России отменили крепостное право. Вот как, дорогие друзья, для вас нормальных людей, и вот как для вас невменяемые, неразумные люди, как высчитывается, как можно точно установить конкретных людей, конкретные даты жизни. Ну, а кто, когда она умерла, и это зафиксировали, уж, наверное, вы не будете рубаху на себе рвать грудь и волосы рвать, и говорить, что умерла тоже она не в эти годы. Да, обычно говорят про рождение. Ну, тут-то абсолютно, и вот таких примеров тысячи, тысячи таких примеров и доказательств. Дальше пишет Сергей Сергеевич. Моя прабабка прожила 95,5 лет и пила, ну, понятно, что не запойная, я думаю, но не курила. Ну, понятно, еще в те годы бабушка еще курила. Я думаю, что рюмочку там с мужиками где-нибудь 2-3 раза в год на праздник. Ну, хорошо. Село, свежий воздух, нормальная еда и труд. Нет, дорогой друг, этого недостаточно для долгой здоровой жизни, там еще и крепкая генетика, и особые свойства физико-химические, свойства воды, и, конечно же, физический труд, и много факторов, которые я в своих лекциях как раз рассказываю по здоровью, и в том числе по долгожителям. Если я вам анализирую все эти темы когда-нибудь, когда я выпущу 15 или 20 видео на тему долголетия, долгожительства, и проанализировать, заставлю, что называется, извините за грубое слово, всех тех, кто захочет понять реальные причины и первопричины, то вот это видео я по закрытой ссылке дам только для тех, где я полностью все разберу, все причины и первопричины, и последствия, и так далее, долгой жизни, и так далее, не для тех, кто не хочет даже жопу со стула, извините, поднять, или наоборот усадить в данном контексте и посмотреть мои вот эти видео, а сразу свои веские комментарии вставлять, нет, потрудитесь все посмотреть, а потом уже что-то говорить поперед, а то ишь, какие суждения у них есть, как у Шарикова. Так, значит, вот я что хочу сказать, еще раз, а вот если ваш алкоголь вреден или полезен, ну, есть кто и сейчас скажет, что полезен, или про меру идиотскую вот эту будет говорить, нет меры у наркотика, нет меры у протоплазматического яда, нет меры у генного оружия. И я скажу так, что если бы, естественно, поскольку это вред абсолютный и абсолютное зло, от которого убивают друг друга, бывшие друзья, матери кидают детей с окна, водители сбивают, в том числе детей, по 8-10 штук на остановках, пьяные твари, то алкоголь это в чистом виде зло, любой дозе, абсолютно. И вот что я вам скажу, ну, если бы эта бабушка не делала себе вреда для своего здоровья этим, алкоголем конкретно мы говорим про него, ну, как вы думаете, она меньше или больше, она бы больше прожила. Есть ли люди, кто не 95,5, а 105,5 или 125,5, есть и были, так вот она бы просто прожила бы дольше. И поэтому этим ничего сказать, ну, ладно, человек тут нейтрально написал, а есть же кто этим хорохорится, хочет, мол, вот, клин он поставил, мол, все это фигня, зоши и прочее. Ну, можно поглумиться, конечно, но вы глумитесь над здравым смыслом, над законами природы, кому будет от этого лучший хуй. Так, Андрей, как антипод долгожительства? У нас город небольшой, порядка 30 тысяч человек, есть два кладбища, старые новые. Старое кладбище мне неизвестно, в каком году открылось. Город сравнительно молодой в 96-м, в 1896 году основан как поселение. Так вот, старое кладбище закрылось в 90-х годах и занимает площадь, внимание, 12 гектаров. В конце 90-х годов к нему, к кладбищу, Ельцинское правление, подселили 3 гектар могилок, а в 2000-м году закрыли все-таки старое кладбище, открыли новое. Новое кладбище занимает площадь 22 гектара, из них 19 гектар на сегодняшний день освоено. Заселено 19 гектар с 2000-го года. А кто-то нам еще говорит, изумников вот этих, которые в иллюзии живут, видимо в городах с офиса ездят до дома и все такие из себя продвинутые, что типа у нас медицина развивается, у нас живут, продолжить. Откуда вы это знаете, товарищи? Может быть вам могилы, кладбище новые посетить, посмотреть во сколько и в каком количестве молодые люди сейчас умирают? Да? Нет? А вы откуда это судите? С экрана телевидения, о котором вам говорят? Какие же вы глупые люди, я просто поражаюсь. Вот знаете, был такой фильм документальный, я его смотрел, конечно, пересматривал много раз, это советую всем, это называется, это очень тяжелый, грустный фильм, документальный, когда по Енисею путешествовал Валентин Распутин, который ныне уже покойник, великий русский писатель, деревенщик, душа России. Вот с Курбатом, очень уважаю этого человека, кстати, живет в Пскове, очень хочу с ним встретиться, надеюсь, что успею, а не так, как с Зазнобиным, так, к сожалению, умер, не встретились. Хотя он с Ефимом хотел ко мне приехать, но так вот не получилось. И вот уже это невозможно теперь. Хочу очень интересный человек, вот я хочу что сказать, там их еще один коллега, издатель, друг, товарищ, он рассказывал, как у него сын про трагедию, что умер, посмотрел, какие кладбища, какие молодые, кто рядом стоял, через два уж три года там же оказались. И все вокруг молодыми людьми. Это что такое? Это не поножовщина, это не разборки, это не кирпич нагло упавший, это алкоголь и табак. Это особенно алкоголь, это страшное генное оружие. И те, кто не понимают, если нация и народ не распознает алкоголь, как генное оружие, она обречена на вымирание, что сейчас и происходит. Ауи, продолжительность жизни увеличилась. Я просто поражаю. Дальше. Сергей Пешдет прожил 92 года в грязном городе Магнитогорске, до конца жизни был в здравом уме, письмами переписывали, советовал мне не пить, не курить. Умные-то старые люди, которые, кстати, вы думали, народ был пьяным, нет, народ русский всегда был трезвый. Не курить, спортом заниматься. Ешь, говорит, овощи и фрукты в большом количестве. Но также советовал и пить молоко. И есть жареное, вареное мясо, к сожалению. Правда, умер от рака, что вполне естественно, потому что крепкий организм, если сердце все-таки выдерживает, и человек не умирает от инсультов, инфарктов, тот человек, кто ест мясо, он обязательно умрет от рака всегда. И об этом смотрите в моих лекциях по онкологии и по питанию, особенно 9 причин болезни. Смотрите видео. Потом только. Смотрите сейчас полностью это видео, целиком. Значит, если бы не ел животные продукты, прожил бы дольше. Пишет вполне разумный человек. Не потому что я с этим согласен, или он не елея под душу, а я так хочу слышать, а потому он разумный человек. Скажем, не оправдывает неправильное, даже если оно любимое. Есть ведь разумные люди, которые беспристрастно относятся к всему и честно. Вот, пишет Михаил. В детстве я помню, как нам говорили, что жили люди не более 40 лет. Вчера по РНКВ включил, а я там иногда психологические аспекты определенных передач анализирую. Очень интересно, кстати. И темы поднимают. Очень интересные, о которых я прям хотел бы высказаться, может даже рубрику такую завести. Тема-то интереснейшая. И там вот говорят, что вот в 20-х годах, в 30-х, типа 43 года была продолжительность жизни средних. И вот глупые люди опять же не поймут, почему это и правда, и ложь. Правда номинально, чисто статистика. А ложь, потому что это не правда. Почему же статистика, почему это правда? Смертность детская была еще очень большая. А учитывая, ты всех, кто умер год, полгода, два года, рожай, это по многу детей. Бывало 5-6 человек умирало. А кто-то 130 лет жил. Вот вам средняя 30-40 лет. Понятно хотя бы теперь. Моя прабабушка, пишет Данил Тихонов, из Мордовии. Прожила около 110 лет. И в 90 еще спокойно ездила в Москву к сыну. Пишет дальше, при выходе... А, да, ну это было очень интересно. Типа мы лично знали Пушкина, есть такое у меня видео. Потом посмотрите. Потом. Значит, там про очень интересный случай в автобусе, маршрутке, описывала женщина. Очень интересный, посмотрите. Пишет Игорь. О, ну то жили 100-150, это да. У меня в роду в 12-ти поколений дед, ну, видимо, 12-ти поколений дед назад, который пра-пра-пра-пра, дожил до 230 лет. Ну, не будем сейчас скептически пока. И не будем подтверждать, не думать, давайте беспристрастно. И это был не единичный случай. И как оказалось, мало кто может рассказать историю своей семьи даже в 4-х поколениях. Это правда. А у меня есть история моей семьи до 18-го поколения. Очень бы хотел с этим человеком поговорить. И, к сожалению, нельзя о ней рассказывать. Вот стоит задуматься и не отвергать сразу эти данные про 200 там и так далее. Теперь пишет человек, 200 лет назад, к примеру, жили долго. Моя прабабушка 104 года прожила. И то умерла из-за падения. Молоко и яйца, кстати, на дух не переносила. Это насчет деревенских жителей, что испокон веку молочко. А Алфеич такой есть. Ну, не будем говорить про личность. Был, как рассказывал, знакомился в таких скрытых, таких, скажем, не афишируемых деревнях староверов. Это не старобрядцы, это не христиане. Это староверы, это славяне. Ну, кто их язычниками называет? Не важно. И вот там, когда он говорил, а вот коров там что-то, значит, держит, что молоко пьет, он говорит, ты что, ну что, с дуба рухнет, что ли? Мы от радио из такого не пили. Это мы для туристов держим. Ну, ладно. Так, а потом, ой, сейчас кто-то напишет. Так, у меня есть видео про молоко и молочные продукты. Но вы перед тем, как что-то оправдывают, любимое, что испокон веку, типа все жили-выросли и ничего, и прочую ахинею, Вот опять-таки, вы поймете, почему я говорю, что эту ахинею вы несете. Потому что вы оправдываете то, во что хотите верить. Это нечестно. Нужно критически вообще ко всему относиться. И только лишь верить не потому, что хочется, а верить, что я знаю, потому что понимаю. Понять надо сначала. Значит, вот есть лекции про молоко. Потом посмотрите. И теперь дальше идем. Она рассказывала, что ее мама умерла в 107 лет, а отец ее дожил до 112. И причем говорила, что жили все постольку, кого знала. Я вот тут сразу вспоминаю и хочу сказать. Значит, мой был такой один знакомый. Так вот он, по-моему, в Ярославской, я боюсь, в Шевице области, могу, может, в Владимирской, был в деревне, он знал. Там только бабушки старые остались, доживали. Это, по-моему, было в 90-е годы. А может, даже в конце 80-х. И он говорил, было 113, 115, 120, то есть всем. Причем вот было такое. Так, Саша пишет такой, значит, Сидоров. Спасибо за то, что делитесь собранной информацией в видеоформате. Бабушка прожила в 94, в 13-м году. Жила, ну, умерла, видимо, в 2013. Прабабушка 98, в 1986 умерла. Прабабушка 105 лет, умерла в 45-м году. Никто не был лежачим. Все, как говорится, на ногах, но во сне ложились спать, и не просыпались, но сердце. Сердце, атеросклероз, ишемия, тромб мог оторваться скорее от этого. Вот. Опять-таки, тут очень важно питание. И могли бы эти люди, ведь это не возраст. Павлов академик говорил, что смерть раньше 150 лет, я считаю, насильственной. Это совершенно справедливо. К тому же, приходим к этим же выводам, академик Углов, который я тоже имел честь лично знать. Он умер около 104 лет ему было, к сожалению, от онкологии. И по понятным, вполне причинам, которые я говорю в других своих лекциях. Теперь. Значит, Вера Кондакова пишет. Бабушка моя, 1885 года рождения, умерла в 1989 году. То есть, 104 года, умерла при доброй памяти, со своими зубами. И обслуживала сама себя, и полы мыла, и готовилась, кстати, тем, кто тоже идиотам, которые говорят. Это что же, 100 лет, или там, даже 100, они говорят, не 150, а 100 лет. Да, я не хочу столько поражать. Что это, под себя ходить, или, так сказать, там, быть... Это вот, вот знаете, я вот поражаюсь вот идиотичностью вот таких выражений, высказываний. Ну и что же, у вас такие больные ассоциации, мол, пожилой человек обязательно лежачий, больной? Нет, ну если вы будете пить, курить, есть мясо, молоко пить, то, безусловно, вы... В наше время много факторов новых влияет на организм человека, которых тогда не было. Не экологически чистой пищи сейчас практически нет. А главное не то, что она экологически чистая, есть биоорганик, и мы производим. А нет той пищи, которая в себе содержит все микро- и макроэлементы, основы здоровья, гормональные системы всех организмов и прочих. Так вот, я вам что хочу сказать. И другие факторы, которые я анализирую в этих десятках видео, и в своих сотнях видео по здоровью. Почему я советую их смотреть? Вам же будет лучше. Мне все равно. Так вот, но вы, понимая, видимо, что вы столько не проживете, и не хотите, потому что менять никак образ... И считаете, что это все ерунда. А ерунда потому, что думать не хотите об этом. Потому что боитесь порой. Есть такие люди, которые, честно говоря, я боюсь даже об этом думать. Я не хочу менять, я боюсь менять свой образ жизни. И так далее. Такие тоже есть более честные люди, кто, по крайней мере, так говорит. Ну, в общем, понятно все. Татьяна пишет, а что тут непонятного? Если недоношенный... Вот гениально. Слушайте. Татьяна пишет, Ковал. А что тут непонятного? Татьяна, большинство людей непонятно. Разумным только единицам понятно. Если недоношенный рожает недоношенным. Слава Богу, что до 70 лет доживаю. Моя прапрабабушка умерла, когда ей было 125 лет. Правда, несколько последних лет была совсем слепая. Да, потому что есть на то совершенно определенные причины. Тотальный дефицит каротина, тотальный дефицит определенных витаминов. Если бы этого дефицита не было, если бы питание было правильно подобрано, и бабушка могла бы, и ей бы уже не совсем, так сказать, ну, видимо, такой трудоспособной женщине давали бы эту еду, то совершенно здоровая была бы человек и дольше прожила бы. И видела бы до последних дней своей жизни. Мой дедушка прожил 94, а мама 83. Кстати, видите тенденцию? Она везде прослеживается снижение продолжительности жизни в роду, в поколении, снижение продолжительности жизни. В 92 года дедушка еще косил траву и имел все свои зубы. Хочу отметить из того, что я помню. Каждый день готовилась свежая еда. Вчерашнего не доедали. Это очень важный момент. Очень важный. Никаких вчерашних борщей и прочих, это кто ест, кстати, вставали в 5 утра и в обед обязательно спали час-два, ну, при тяжелом физическом труде и так далее, почему бы нет. Так вот, еще раз, другие друзья, на все есть свои абсолютно всегда объективные причины. Если хотите разобраться, можно разобраться, но для этого надо много знать. Александр Ратников. Прабабушка до 95 лет жила. Правда, след по последние годы. Ну, бабушка до 90 лет. Понятно. Но перелом шейки бедра раньше свел ее в могилы. Никто не пил, не курил. И те старики все были долгожители. Особенно их мамы и бабушки. И жалко, что мы теперь не знаем. Те свои поколения в 12-20 там коленях. Многое было бы понятно. Поэтому не будем сейчас осуждать тех, кто про 230 лет говорит жизни и так далее. Ну, мы сейчас еще дойдем. Интересная тема будет. Да. Насчет шейки бедра. Отношение к жизни тоже очень многое значит. Вот у меня было две, ну, скажем, они были у меня там женщины, работали. Вот у одной мамы была примерно 95, у другой примерно 95. Обе сломали примерно в этом возрасте, 95-96, шейку бедра. Одна была оптимистка, она, ну, все, встану там хорошо, у нее все зажило, она действительно живет, может быть, и сейчас, не знаю, не общаемся. А вторая, все, видимо, пришла, пора умирать, и она умерла в скором времени. Но это не значит, сразу скажу, тем, что все зависит от настроя, что все зависит, все зависит от всего. Вы это постараетесь понять. Ничего простого такого нет. Вы хотите жить проще, расслабиться, не дам я этого, потому что я не терплю глупостей человеческой. Ничего нет простой, единственной причины. Нету, есть комплекс причин. Светлана пишет. Мои прабабушки и прадедушки прожили больше 90 лет. При этом один дед был страшный курильщик. Помню, желтые пальцы от мокорки. При том, что они пережили обе войны. Это голодное страшное время, стресс. А, кстати, малоедение и стрессы, и голодные тоже, кто-то скажет, уменьшают. Нет, они увеличивают продолжение жизни. Но они жили в деревнях, много работали на земле. Это плюс. Может быть, и прожили бы дольше, если бы не дети, которые перевезли бы их в квартиры, где они зачахли. Вот это я встречаю постоянно. В любой стране мира все... Вот был такой интервью у меня с... Из Марокко один доктор. Органовое масло он нам представляет уникальное, лучшее в мире. Ну, потому что Марокко, оно лучшее, а только там производится. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Вот у него дядя 120 лет прожил. Его как забрали из деревни в город. И он буквально сразу умер. Я знаю таких лично много примеров от людей знакомых. Жил дедушка в одной деревне, там, в глухой, в Тверской области, в Нелидовском районе. Даже никто не знал, что он единственный живой в деревне. Остался тут даже не соцслужбой, никто не ездил. До 107 лет жил. Как забрали, умер. На то причин много. Почему умер? Ну, безусловно, меняется все. От поля земли электромагнитного до тех незримых, что называется, энергий. И, что называют, землеродной. И психологического, конечно, аспекта. Все надо учитывать. Тем не менее. Что тут еще можно сказать? Работали на земле. Конечно. И еще. Вот, если бы не курили, махорки не было бы, то прожил бы при равных прочих условиях гораздо дольше этот дедушка. Так, Лирус Шайми пишет. Моя прабабушка родилась в 1875 году. Кстати, недавно умерла такая женщина. Знаете, когда? Она умерла в 2015 году на 140-м году жизни. Она тоже родилась в 1975. Я ее хорошо помню. Умерла в 81-м году. То есть, сколько? 106 лет. Остался ее паспорт. Ну, понятно. Александр Владимирович пишет. У меня прадед умер. Прапрадед. Умер от Тифа. От Тифа, да? На 111-м году во время войны Великой Отечественной Псковской области, кстати. Заметьте. В 44-м году. Представляете, да, он какого года? 1833-го. Воевал в Крымской войне. Понятно? Тем, кто по датам там любит. Передоте... А все это семьи-то знали. Родные. Потому что, наверное, лучше вас, Говорунов, знали. Передотечественным обучал рукопашный и штыковой односельчан. Раскидывал их ухватом всю гурьбу. Были такие люди. Вспомните, Гелировского. Там были еще кто в очень преклонном возрасте. Ну, и силищи колоссально обладали. Это тоже очень интересная тема. Где-то в своих видео я об этом очень подробно на примере всего лишь маленького района Тверской области рассказываю. Три очень интересных истории про сверху сильных людей. Ну, а того же Атамана Репку вспомните. Либо, так сказать, дядю его, который югом был, этого Гелировского, да, как он раскидывал вокруг себя всех. Вот, смотри, 111 лет, и ты умер от тифа. Ну, понятно. Значит, сам я прадеда, его младшего сына, на 90-м году видел, как он косил стены и рамку столярничал для фоток в 1976 году. Да, ну вот. А дожил он до 85-го года. То есть, еще под 100 лет. Опять-таки, налицо уменьшение продолжительности жизни. Везде, везде. Я ведь анализирую, я не думаю, что кто-то еще в стране у нас проанализировал бы больше. Да и в мире вряд ли. Ну, увидите такого человека, дайте мне знать, я с ним с радостью встречусь. Далее, идем. Ксения пишет. Медицина – это бизнес. Начинается все с питания. Моего отца, бабушки, жили 102 и 112 лет. Государству невыгодно столько лет платить пенсию. Вот как вы думаете, это логично, разумно или неразумно? Конечно, правильно женщины пишут. А вообще, человеческий организм рассчитан на 200 лет. Ну, тут спорить не буду. По крайней мере, я говорю, и Павлов и Углов считали, что как минимум на 150-160 лет. Пишет Евгений, молодец, Фролов, парадигму нужно менять, даже несмотря на соцгосзаказ. Соседка по подъезду рассказывала, что у нее родственница 100 лет родила первого ребенка, девочку. И умерла в 133 года. Я вот знаю, что была, по-моему, в Абхазии или Адыгеи, я боюсь ошибиться, бабушка, которая рекорд, ну, 78 лет родила, она прожила под 140 лет. Кстати, все, кто рожают, чем позже рожают, тем дольше живут. А нам вбили в голову с 90-х, что вообще рожать вредно, ну, чтобы народ, население нашей страны сократить. В том числе и блуд ввели, как норму жизни. Типа раскрепощенность стали называть раскрепощенностью разврат и блудливое поведение пошлое. Ну, и, конечно же, детей не надо иметь, надо лет до 30, там, карьеру, а потом, ну, чтобы не было обновления населения, чтобы население стареет. И вымирала нация. Ну, так вот, и, типа, надо, а рожать потом одного родить где-нибудь и все, так сказать, прекрасно. И то, говорят, поздно рожать вредно, в 40 уже все упущено время. Так что не родили до 30, работали, потом некогда, а потом уже и все поздно. Ну, старые уже, так сказать, не надо, не надо, надо нельзя. А потом, говорят, слышишь такое, все, я старая больная женщина, надо для себя пожить. Нет, надо не для себя жить, а жить надо для других. Для родины, для памяти, для совести надо жить. Дальше, продолжение. Жила в горном районе, вела свое хозяйство. Но проблема в том, что сейчас людям как бы нет смысла жить долго. В основной массе жизнь воспринимается как наказание. Это ужасно, конечно, что у кого так воспринимается. Погоня за иллюзорными ценностями. Да, это правда, сделали такую жизнь. Создали образ, который, естественно, недостижим для всех. И я поражаюсь на вот этих тренингах. Разные умники, инфобизнес там, говорят, вот все, что были, вы что, идиоты. Все не могут быть богатыми. Есть распределение из одного кармана в другой. Кто-то накопит больше, но значит убавится в другом кармане за счет других. Все, что были миллионерами, такие только дебилы, говорят. Или хитрецы, подлецы для идиотов, которые на этом уезжают с своего родного места за иллюзии. Потом иллюзии разбиваются почти у всех. И они оказываются у разбитого корыца, поломанные жизнью, так сказать. И уже все. Это ужас, что творится. Ужас. Вообще, вот я не знаю об этом, что мне видео тоже снимает. О том, что сделали со страной, со знанием людей, как из людей, думающих, нравственных, духовных, сделали всякое быдло в основной своей массе. Глупых, недумающих, так сказать, подростков. Не всех, конечно, но большинству, к сожалению. Но это-то надо исправлять. Или что, об этом не говорить, своими именами не называть. Нет, я буду называть все своими именами. Значит, нет смысла. В основной массе жизнь воспринимается как наказание, погода за иллюзорными ценностями. Сначала в нашей цивилизации сломали мировоззрение и мировосприятие. Ну, правильно. Алена Шанина пишет. А что вы думаете об указе Петра Первого, об уничтожении трехсотлетних старцев? Об этом сейчас много в интернете. Я не знаю. Думать, что я могу думать. Я не изучаю. Где можно про это почитать? Какие увидеть книги, летописи, данные, кем, какими авторами, на основании чего они это написали, из каких архивов сами увидели или видели живых тех людей. И не один, два примера многих, которые об этом рассказывали. Я бы с радостью, почему я бы, я не могу отбросить. Это кажется фантастично, но полагаю, что вполне может быть. Так, Игорь пишет. Мой прадед прожил 102 года, участник Первой мировой войны. К сожалению, дедов я не видел, ибо один погиб под Москвой в 41-м, а другой, вернувшись с фронта, долго не прожил сил ранений и болезней, полученных в окопах. К сожалению, война утратила тоже такое количество людей, которые могли бы жить гораздо дольше 100 лет, и уже враги нашей страны не смогли бы нас духовно, нравственно, идеологически сломать. Не смогли бы, потому что при миллионах вот таких дедов и прадедов, и бабушках настоящих, ну, а это тоже большой минус нам, что новые поколения не переняли ни в то, что надо было бы перенять. Сергей пишет, Керев. Мой прадед в 120 лет с друзьями пошел на охоту, попал под дождь, заболел и умер. Если бы не этот факт, то кто знает, сколько бы прожил бы еще. В 90-е он женился, и у него родился сын. Это что касается моей семьи. Благодарю тоже всех, дорогие друзья, за эти песни. Кстати, пишите и сейчас кто-то, чтобы услышать про свою семью, интересные примеры, факты. Ну, пишите. Пишите, пожалуйста, присылайте мне либо на личное, либо в чат, либо на мою личную почту aravanosobakabikey.ru, если что-то есть то, что вы не можете сказать или не хотите публично, но только мне. Так пишет Нурбагант Абдурахманов. Добродушные, здоровее, живут дольше. Моя прабабушка, ну это тоже правда, моя прабабушка по отцу прожила 104 года, она пережила все, что нельзя пожелать даже врагу. И ее дядя на 17 лет ее старше умер спустя несколько лет после нее, то есть за 120 лет. Правед по матери в 120 лет имел 32 зуба. За всю жизнь ни разу не болел. Дед по отцу не дожил до 80 лет. Здоровья в нем было больше, чем во мне 25-летнем. Сломано бедро, постель добила за 2 года. Движение жизни, умеренность, здоровье. Ну, выводы здесь такие поспешные и простые. Я же хочу сказать, что из этого видно. Все то, что я говорил. Тенденция к колоссальному уменьшению продолжительности жизни. Те, кто еще раз говорю, оправдывает что угодно, так сказать, по другому, любому, в себе. Типа, ничего, прожил, дед. Вы не проживете и половину уже. 60 лет будет предел для тех, кто пьет, курит. Начал с 14 лет пить, курить. Ну, лет 40 это предел, что он проживет. Так, теперь. Ну, кто-то, может, и проживет, будет сейчас хорохориться. Ну, 45. Так, ладно. Спасибо за интереснейший рассказ. Моя бабушка, 1887-го года рождения, умерла в 92-м году. Ну, 104 года. Тоже рассказывала мне, что когда-то до революции люди были намного спокойнее, и потому жили намного дольше, чем после революции. Бабушка всегда была против приливок, уколов, операций, против излишнего домашнего тепла. Молодец. Это большой, кстати, плюс. Очень большой. Говорила, что детям перестали давать свободу действий, заставляют много учить, какая мудрая женщина. Говорила, что когда-то пищу присыпали древесным пеплом щелочь, а не солью. Гениально. Когда-то люди считали, что болезнь от переедания, то, что есть лучше не доедать. Люди ложились спать с заходом солнца и вставали с восходом. Это огромный фактор к долголетию. Летом готовили еду и спали на улице. Огромный фактор. Помните мое последнее, кто не смотрел долголетие на Руси, когда путешествовавший по ярмаркам, дедушка 140 лет прожил, который всю жизнь провел на улице, спал куда открытым небом. Позже начали строить неотапливаемые летние кухни. Дети, да, слабенькие умирали, а сильные выживали. То есть, это был естественный отбор, но это уже другая тема. Не будем сейчас критически мыслить, говорить про это. Короче, наша жизнь начала сокращаться с изменениями нашего быта и пищи. То есть, образа жизни и питания. Совершенно верно. И будут... И условия среды обитания. И будут продолжать... И будет продолжать сокращаться до тех пор, если мы сами себя не уничтожим чем-то еще. Ну, все правильно. Татьяна, да, пишет дальше. Бабушка всего 104 года прожила. Это же недолго. До 100 лет и чуть больше многие доживали у них. Но извините за то, что влезла в Россию. Вообще-то я с Украины. Да какая разница, что вы, не русский человек, что ли? Я помню, когда была еще маленькой. То есть, ну, не русская, да, так скажем, если уж. Когда была маленькой. С нами во дворе любил играть один дедушка. Так вот, он дожил до 116 лет. Ходил до самой смерти. И так на ходу умер как-то незаметно. Потому что возле него из родных никого не было. Вот это уже раньше жили семья, семья, семь поколений, что называется. И дедушки, и бабушки, и прапрадедушки рядом. Все дружно. В одном родовой, что называется, вот, так сказать, семье. Ну, дом был, может быть, два-три рядом. В одной деревне или рядом. Это была, конечно, правильная, совсем другая жизнь. Это тоже придает дополнительные годы, когда нужность воспринимает пожилой человек свою. Видит детей, радуется на правнуков, праправнуков и так далее. Хозяйство, распорядок, все вокруг ладно, чинно, правильно, природно. Это тоже фактор. Дальше. Все эти послепотопные истории были написаны специально. Моя бабушка умерла в 2014 году, в 103 года. Была в полном уме, сама себе все делала, читала газеты, готовила. Так вот, она ничего про свое детство не рассказывала. Полная тишина. Моя тетя хотела нашу родовую составить. Так у нее ничего не получилось. Никто ничего не рассказывал. И такая история со всеми столетними стариками. Так, значит, дальше. Константин Колобов. Отличная тема. Родная сестра моего дедушки до сих пор жива. До 95 лет работала учительницей. Нормально, да? Сейчас ей 101 пошел. Есть еще такие люди. Тут тоже будет еще один интересный пример. Ольга Жирнова. Мои родственники по 100 лет и больше жили, трудились. Они на земле и ели всю свою пищу. Хлеб пекли, там, мед, молоко. Ну, про молоко отдельная тема. Потому что и 100 лет мне это немного. Все это мне довелось покушать, посмотреть, побывать на их территории. Чем они занимаются. Посмотреть их хозяйство. Помню себя, когда мне было полтора года. Старший брат говорит, ну, неужто ты это помнишь? Ты же была совсем маленькая. В 1957 году в городе помню лошадей с телегами, помню работников, которые им помогали. В доме всегда пахло хлебом, много еды, мед ложками ели. Как грибы, ягоды собирали. Помню, дед столярничал. Помню, как нам, детям, стол со стульями изготовил под наш рост. Чтобы со взрослыми за одним столом не сидели, это правильно, а сидели за маленьким столиком. Удобно было, все маленькие дети за одним столом весело, нас пятеро, все живы. Ну, дай бог вам здоровья, но, так сказать, вот без... А раньше и 20 детей, и было и 15 семьях. Да, химии не было. Вот оттуда и здоровье. Ну, что ж, только в химии дело. Это тоже фактор, но не только в этом. Раньше реки вода имели голубой цвет. Вода была волшебная, лечебная. Эту воду наши предки завезли с Марса. Вот это не знаю, с чего же взяла женщина. Я ей написал, но она так не ответит. С чего? С Марса-то она. А я открою, с чего вы взяли? Попьешь такой водички, и ты снова здоровый. Но то, что живая вода, и не просто вот живая пашкипа, щелочная или кислотная. Это глубокий термин. Это совокупность очень важных биохимических факторов, свойств биохимических воды. Посмотрите вот эту мою лекцию, маленькую интервью по воде для телеканала одного. А потом под этим видео посмотрите, если будет тема вам это интересно, по воде. Все остальные видео по воде и по приборам, по созданию правильных, нужных физико-химических свойств воды. И в чем тут суть. Поймете. Значит, вот. Сергей пишет. Что есть, то есть. Моя прабабушка прожила 105 лет. Да и то умерла, заболев ОРЗ. Так, когда ее пришли записывать в церковный реестр, это она помнила, убегала и пряталась. Так сколько ей было лет? Интересно. Всем здравия. Мой дед по матери, то есть ее дед, умер в 113 лет. А прабабушка по отцу, его бабушка, умерла в 106 лет. Дорогие друзья, это сплошь и рядом. Это везде, в каждой деревне. Это то, что сейчас выискивать надо на город-миллионник, несколько человек, было в каждой деревне. Пишет человек Артур. Моя бабушка отметит 104 года 18 февраля. Долгожителей еще очень много. Ну, к сожалению, не очень уже много. Просто не судите по своей бабушке. Дай бог ей 200 лет прожить обо всех и вообще о явлении. К сожалению, сейчас уже мало. Расспрашивайте свою бабушку, записывайте видео, тормошите ее по-хорошему. Пусть про прошлое свое, про друзей, знакомых, про быт, про все рассказывает. Жила в Воронеже, потом Ленинград, блокады. А потом выехала через 400 дней за Урал, под Свердловск. Там живет. Любовь пишет, Пивнева. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Когда мне было 16 лет, это почти 40 лет назад, мне довелось. Прочесть в каком-то большом журнале, без крышки уже был, похож на журнал Советский Союз. Кто помнит, был такой. Статью о женщине, прожившей 204 года. Да, было такое, помню. Не могу уже точно сказать, где она жила, но точно помню, что было сказано, написано, что она родилась, когда правил царь Петр I и прожила два века. Таких сведений много. Иван пишет, бабушка Крахчиха прожила долго, именно потому, что помогала продолжать род к людской. Ну, это про бабушку Паветуху, про которую я рассказывал из книги старинной 1899 года, я зачитывал, как долголетие на Руси видео. Святой Феодосий Кавказский прожил 145 лет. Ну, очень много было людей и священнослужителей, когда многие были очень уверены в еде, а многие, как вот Достоевский даже описывал, одного из Оптиной, который был сыроедом. Ну, и вообще, кстати, почитайте того же Серафима Саровского и о нем. Три года, например, он снытью питался. Не надо говорить некоторым религиозным. Ты кто святой? Человек. У меня же было тело. Человек. У меня прапрадед Варлам Филиппович прожил до 114 лет, и эти цифры с детства мне не давали покоя. Я еще мелкий понимал, что раньше была другая жизнь, другое качество жизни. Совершенно правило, если пытливого ума человек с детства должен задаваться этими вопросами, а не просто мимо ушей пропускать. Это очень важно. Ирина пишет, Крапинская, моя прабабушка прожила 102 года. Марина Нилова пишет, здравствуйте, очень нравится ваше видео. Для сведений, мой дед Аксюнин Федор Матвеевич с 1880 года рождения умер в возрасте 88 лет от пневмонии. Внук принес инфекцию из школы. А говорил всегда, что его дед, его дед, умер в 136 лет и сам собирался долго жить. К сожалению, не только от так называемых, кто-то про генетику сейчас захочет сказать, зависят. Даже ученые, те, которые очень многое неправильно понимают, очень многое не анализируют, тоже живут в иллюзиях, которые... Вот они даже сейчас уже доказательно говорят и сами понимают, что генетика не более 30%, а 70% образ жизни, качество жизни, питание, окружающая среда и прочие факторы. Урожденный в Воронежской губернии жил в Оренбургской области, село Аксютин. Вот этот прапрадедушка, который 136 лет прожил. Рус пишет. По материалам переписи 1897 года в европейской части России продолжительность жизни русских мужчин была 27,5 лет. В среднем по России 40 лет. Боткин, Петр Боткин, это дед того Боткина, которого расстреляли с царской семьей, у него, у его жены, у него, они муж с женой были, да, у них было 25 человек детей в семье. Родила жена 25 человек. Менделеев был 18. В конце 19 века, про который вы говорите, была еще другая статистика. Об этом я знал, но точно нет. Одна мне, краевед-экскурсовод Москвы старая, сказала. Она сказала, что среднее количество детей в семье было 18. Вот что я хочу сказать. Сколько умирало? В полгода, год, два, три, четыре. Поэтому, не жили столько люди, а умирали рано, и потому статистика лукавая, хитрая, которую вам подвернули таким образом, а вы и рады стараться. Ну, давай, наливай, пей, ешь мясо, шашлык. Типа, раньше-то вообще мало жили, а сейчас-то медицина все сделает, ничего не сделает. И сейчас продолжительность жизни стремительно снижается, на самом деле. Да, операция та или иная продлит жизнь. Две операции еще продлят. Бывает. Ну, живите так, если хотите. Так, значит, Елена пишет. Моя прабабушка и прадедушка прожили один 105 лет, а второй 110. Кстати, а вспомните тот фильм Ася Клячкина, который хотела выйти, хотела, да не вышла замуж, такой советский. Очень интересно, знаете, что там? Вот тоже посмотрите. Это прадед мой, Павел Васильевич Клячин. 106 лет жил. Вот этот дом он построил. Молодого человека в дом привела, вот показывает. Бурлаком был, потом дослужился до капитана, по речке парохода водил, по воде. Здравствуй, бабушка. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Это моя прабабушка. А то давно мы не видали. А откуда эта сцена взята? Как так из головы? Из жизни это взято. Из жизни. Вот как жизнь неправильная покатилась, и чем дальше, к 70-м, 80-м годам, тем все больше разрушалась жизнь, естественная, деревенская, нормальная жизнь. И все больше входила как бы в жизнь наша вот этот неестественный образ жизни, бессмысленный, бесперспективный, действительно городской. Надежда пишет Абросиным. Значит, Юрий Андреевич, моя бабушка жила до 105 лет в Чекинской области, Шелупугинский район. Случайно трактор сшит, где и скончалась. 105 лет трактором. Такие случаи, я знаю, один из Узбекистана, ведущий под трамвай, 118 лет. Должен, появились трамваи, он поехал в город, как говорится, черт дернул, и вот в 118-м. Мы приезжали в гости к бабушке, от спиртного отказывалась на отрез. Значит, Алексей Владимирович, у меня бабушка прожила 92 года, прабабушка 95. При этом родила 15 детей. Кстати, вот, дорогие друзья, просто это к слову тут вот опять-таки про количество детей. Бабушка рассказывала, что ходила в детстве к деду на день рождения, ему было 104 года. Ну, видимо, в другую деревню. И говорила, что еще лет 10 прожил, то есть как минимум 114. Пишет другой человек, мой, кстати, старый зритель, в Оксе Тойота. Видео супер. У меня отец с пены у рта убеждается, что раньше жили по 35 лет и умирали от отсутствия медицины, что неудивительно. Ну и вот как водится. Он заявляет любителя выпить, курить, мясо, все подряд матом ругается и тупит на досуге с НТВ и ментовскими сериалами свои 55 лет. Деградация разума налицо. Вот именно, дорогие друзья, вот эта самая деградация разума, когда люди в оправдании своих глупых, мерзких, идиотических поступков, неестественной жизни, говорят такое, они этим самым себя подсознательно просто успокаивают, что, мол, ничего, раньше-то вообще ничего не жили, им так верить хочется в это. Хотя это идиотическая чушь. И, конечно, в силу того, что он себя дурманивает алкоголем, табаком и всем остальным, является наркоманом по сути, там не до разума, не до размышлений, не до рассудка. Это понятно. Вот я призываю всех переломать себя и стать человеком. Человеком надо еще стать, взрастить в себе человека. А идиотическую чушь нести в успокоении себя и глумление над разумом человеческим, вообще над разумом, над правдой, это недостойно человека разума. Елена, все верно, прабабушка умерла в 108 лет и то ненароком захотелось попутешествовать и отправилась в Курск. Да по дороге в поезде заболела пневмонией. Кстати, если люди не употребляют молочные продукты, а многие его видели, там простудился, они никогда не заболеют простудными заболеваниями. Если вареные крахмалы не есть, то есть хлебомолочные изделия, рис, там картошку, вареные крахмалы и другой клей, это тоже клей, это молочный белок козеин, который является столярным клеем. В старые времена из него много чего делали, тоже у меня в лекциях есть видео. Так вот, то человек никогда не заболел простудой. Это я говорю в том числе, как человек, который до 8 бронхитов в подростковом возрасте и далее был, который теперь не болеет вообще. Так, и вот, по дороге в поезде заболела пневмонией, от нее и померла. А не путешествовала бы, может и дольше прожила, конечно, но если бы она питание изменила, она бы тоже дольше прожила. Ну и в общем, в целом, практически все родственники уходили около 100 лет, не меньше. Сильная генетика изначальная, не искалеченная, отсутствие алкоголя, табака, ну, на каком-то поколении это естественное тамно-человеческое неестественности, чем-то дышать кроме воздуха и пить кроме воды, внесла свои сильные коррективы. Продолжительность жизни генетика подгадилась и другие факторы воздействовать стали, да. Ну, снежный человек пишет, 140-150 лет это было нормальным возрастом людей. И сейчас еще люди живут не меньше, есть такие, значит, их убивают пищевыми ядами, отравляя водой, зараженным воздухом, фармацевтическими препаратами, таблетками, программами на короткую жизнь и так далее и тому подобное. А способов тайного убийства придумывают все больше и больше. И их, наверное, уже больше придумано, чем явных способов. Это абсолютно разумный, так и есть. Пора начинать избавляться от западного влияния на Россию, на Русь и на русских людей, русов. Совершенно правильно, совершенно верно. Разумный человек мне писал разумные слова. Римма Имакеева пишет, моя прабабушка прожила за 120 лет. До последних своих дней была активная, сама все делала по дому. По двору, ставила лестницу, поднималась на чердак, снимала кукурузу и пекла лепешки из кукурузной муки в печи во дворе. Кстати, видимо, это с Кавказа откуда-то. Вот прямо один в один, как и тот самый Мансир Киул, который 146 лет прожил, другие долгожители. Ее лицо было розовым, почти без морщин. Отличная память и сознание. Так, значит, ну я написал здорово, а можно поподробнее написать так. И я буквально, дорогие друзья, в конце вот что еще хочу зачитать. Это как будет прелюдия к новому моему видео, такой, да, заманухой. Римма Имакеева. А, кстати, вот она мне и написала дальше. Я написал, можете поподробнее. Она пишет. Хорошо, что написала. Доброго времени суток. Да, конечно, пишу. Ее звали Имакеева Зайха. Родилась она в конце 19 века в селе Улус-Керт, которая находится на территории сегодняшней Чеченской республики. Она трудилась в большом огороде, растила фасоль, кукурузу и тыкву. Родила восьмерых детей, вырастила их. В том числе и моего деда, старшего из детей. Пили все, да и тогда сейчас, родниковую воду. Ели в основном растительную, натуральную пищу. Она была зарегистрирована. Внимание, умники. Зарегистрирована. Среди долгожителей Советского Союза к ней приезжали ученые и врачи из Москвы. Налоги с нее не брали. Вот, справедливость была все-таки. Она в годы выселения в Киргизии спасла голая до многих односельчан. То есть, кукурузной муки и фасоли у нее в запасах было много. И делилась она этими продуктами. Хороший был человек, светлая ей память. Так вот, таких людей, дорогие друзья, были много. Было много. И очень интересная есть аналитика по кавказским. У меня по Кабардио-Балкарии, Чечне. То есть, есть 2 или 3 видео. У меня уже будут еще. Я покажу видео следующих тех, кому было за 150 и под 150 лет. И посмотрите на этих людей, теперь уж другими глазами. Кстати, например, есть в том же видео про одного дедушка с Кавказа, говорят им, ну там-то мясо все ели. Который умер недавно, в 123 года. Который с времен Великой Отечественной войны перестал есть мясо и никогда его больше не ел. На Кавказе. Естественно, никогда в жизни он даже ни грамма алкоголя в свою жизнь не выпил. Ну и, конечно, не выкурил ни одной сигаретой. На все есть свои причины. И в 123 года, даже вот Углов Академик, когда в ауле Чинар умер один старейшина в 122 года, его он попросил врачей вскрыть. Атеросклероз, бляшка, тромб и инфаркт. От старости в 123 года не умирают. А некоторые уже, куда 100 лет прожить ее там? Ну, до чего, до людей. Конечно, довели, коль говорят, 40 лет раньше жили, 30, некоторые уже 27 с половиной по статистику. Самые низкие цифры находят по регионам и припотыкают. Типа того, что, мол, сейчас-то хорошо, так что и в 45 нормально умереть. Ну и пару слов еще, пару писем. Светлана пишет. Я жила в Абхазии и знала некоторых долгожителей, которые тогда было за 120. Питание, образ жизни. Среди этих людей изучают врачи всего мира. Изучают, смотрят книгу, видят фигу. Мадина пишет. Мой прадед прожил 117, умер в 1996 году. И был в своем уме. Вот его отец умер в 132 года. Вы понимаете? Но дед мой прожил мало, в 87. В общем так, дорогие друзья. Тенденции мне, по крайней мере, абсолютно понятны. Я вижу закономерности причины, следствия. Статистика, аналитика, собранная мной, она огромна. Я буду также делиться с вами дальнейшей информацией, если вам это будет интересно. Я рекомендую вам, если вы еще это не сделали, подписаться на этот мой канал и поставить еще колокольчик при подписке. Сейчас вы увидите, как это сделать. Потому что вы тогда просто будете получать уведомления о выходе новых видео и не спрашивать потом, почему же я подписался, а не увидел новое видео. А оно и не придет уведомлением, пока вы не поставите колокольчик, уведомлением. Значит, какие выводы с сегодняшнего моего длинного видео можно сделать? Раньше жили гораздо дольше. Историю, правда, от нас скрывают. И уже мы сами переформатировали свое сознание, подсознание. И хотим уже верить и верим в то, что раньше-то жили еще меньше. А медицина, современное развитие науки и техники привело к тому, что мы теперь живем гораздо дольше. Не внимая и не понимая тем фактам, обстоятельствам, которые говорят совершенно о другом. Я советую вам все-таки посмотреть мои другие видео по долгожителям. Я очень надеюсь на то, что вы больше не будете такими глупыми людьми, как некоторые. И как, может быть, вы были раньше, когда судили все огульное и всего лишь для того, чтобы вам легче жилось дальше. Это позиция нечестного человека, как минимум. Будьте честны перед собой и перед другими. Хватит охаивать то, что у нас было. Надо как раз понимать, почему и кто довел нас до того, включая нас самих, до того, что мы сейчас живем так мало, умираем так рано и всегда от болезни. И то, что есть вредное, не надо говорить, что это безразлично, факторы другие. Эти факторы самые главные. Алкоголь, табак, мясо. Мы с вами не есть никакие плотоядные существа. Они все ядные. Посмотрите на свои зубки. У нас даже клыков нет. Нет, по названию они называются клыки. Но посмотрите, даже у приматов они в три раза больше, чем остальные зубы. Хотя приматы не являются мясоядными, то есть плотоядными. А многие из них травоядные, но в основном плодоядные. И мы, люди, являемся плодоядными существами. По нашей анатомии, морфологии. Посмотрите на то, что писали люди. А если еще более древние времена проанализировать, уверяю вас, хрен редкий не слаще для прощепаренной репы и так далее, но не ели люди мясо практически вообще, а совсем древние времена вообще не ели. Потому что знали, что за все плохое, что они делают, за убийство животных, за поедание трупов животных, а это мышечная масса животных, которую вы называете мясом, есть трупы животных. Мышечная масса. Так вот, придется отвечать. Посмотрите первую ступень, почитайте или хотя бы послушайте видео «Первая ступень Льва Николаевича Толстого». Откройте душу к светлому, к чистому. Хватит себя убивать, гадить, растлевать. На пользу вам это не пойдет ни физически, ни духовно. Очнитесь от заблуждений, очнитесь от того, в каких иллюзиях вы до сих пор пребываете. Если, конечно, вы пребываете, я говорю, об этих неудих, а не обо всех, кто меня смотрит. И еще не судите всех по себе. Не надо говорить, все и так понятно или еще что-то. Кому понятно? Миллионам вот этих людей понятно. В общем, давайте так. Читайте учебник логики, читайте диалектику Гегеля, чтобы вы были разумными людьми, правильно строящими свои мысли, рассуждения, логистику. И оперировать могли бы причинно-следственными связями. И понятийный аппарат расширять свой. В общем, смотрите мои новые видео, оценивайте это. Если вы чем-то недовольны, уж постараетесь написать аргументированно, чем не сам дурак в стиле, а аргументированно. Но если мое видео-данное открыло вам глаза на многое, скажите честно это, напишите. Это будет сильный поступок достойного, сильного человека, который сделал хотя бы первый шаг на пути к самосовершенствованию, саморазвитию. Все начинается с порядочности личной, с честности и с умением смотреть правде в глаза. И не выдумывать, и не жить в иллюзии, а жить по правде и менять. Трудно менять себя, но труд облагораживает человек, не только физический, но и труд моральный, нравственный, духовный, над собой. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч.